Друзья, здравствуйте! С вами Елена Антонова. Сегодня мы с вами говорим о настоящем простом времени в английском языке Present Simple. Всего в английском языке существует в активном залоге 12 времен. Но не надо этого бояться, потому что для каждого времени существуют слова-подсказки, и для того чтобы вам овладеть языком на среднеевропейском уровне, вам достаточно владеть шестью временами. Итак, Present Simple. Для него характерные слова-подсказки будут такие Every day – каждый день. Usually – обычно. Always – всегда. Sometimes – иногда. Never – никогда. Often – часто. Давайте сделаем утвердительные примеры с этими словами в Present Simple в настоящем простом времени. Например, I always get up at 7 o'clock. Я всегда встаю в 7 часов. You often go to bed late. Ты часто ложишься спать поздно. You often go to the cinema. Вы часто ходите в кино. We write tests every Monday. Мы пишем контрольные каждый понедельник. They usually come home at 6 o'clock. Они обычно приходят домой в 6 часов. He usually reads in the evening. Он обычно читает по вечерам. She plays at the piano every day. Она играет на пианино каждый день. Обратите внимание, для третьего лица единственного числа, то есть для he, she, it, на конце глагола обязательно будет стоять в данном времени буквка S. Я иду. Я иду. I go. Он идет. He goes. Мы читаем. We read. Она читает. She reads. Я играю. Я играю. I play. Он играет. He plays. Из этих предложений мы сейчас с вами сделаем отрицательное предложение. И помогут нам в этом две отрицательные частички. Don't и doesn't. Doesn't будет помогать нам, если у нас местоимение he, she, it. То есть третье лицо единственного числа. Итак, получаем отрицательные предложения. I don't always get up at 7 o'clock. You don't often go to bed late. You don't often go to the cinema. We don't write tests every Monday. They don't usually come home at 6 o'clock. И для he, she, it отрицательная частичка doesn't. Стоять она будет после местоимения he, she. He doesn't usually read in the evening. She doesn't play the piano every day. Что касается вопроса, я бы хотела вам сказать, что существует 4 типа английских вопросов. Это общий вопрос, специальный, разделительный, альтернативный. Но в рамках этого короткого рекламного видео мы с вами поговорим только об общем и специальном вопросе. Итак, общий вопрос – это вопрос, на который я могу кратко ответить. Да? Нет? И начинаться он в Present Simple будет в упроцессивных частичек. Do, does. Итак, получаем такие вопросы. Do you always get up at 7 o'clock? Do you often go to bed late? Do you often go to the cinema? Do we write tests every Monday? Do they usually come home at 6 o'clock? И для третьего лица единственного числа, то есть для he, she, it, вопросительная частичка будет does. Does he usually read in the evening? Does she play the piano every day? Теперь мы с вами поговорим о специальных вопросах. Специальный вопрос начинается всегда с вопросительного слова. Где, куда, where, когда, when, почему, why и так далее. Стоять с вопросительным словом всегда будет на первом месте. К данным предложениям мы сейчас с вами сделаем специальные вопросы. Когда ты обычно встаёшь, будет звучать так. When do you always get up? Когда он обычно читает. When does he usually read? Почему она играет на пианино каждый день? Why does she play the piano every day? Куда вы часто ходите? Where do you often go? Когда мы пишем тесты? When do we write tests? Когда они приходят домой? When do they come home? Ну вот, пожалуй, всё, что я вам хотела рассказать о настоящем простом времени. Present simple. И, конечно, удобнее объяснять его в схемах. Но это я делаю на своих уроках. Пожалуйста, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Мне это очень важно. Я также очень рада, что вы смотрите мои видео. Делаете домашние задания. Занимайтесь, пожалуйста, языком. Это хорошая гимнастика для ума. Язык – это ваша свобода. Жду вас на своих уроках в школе английского Елены Антоновой. Good luck. See you. Bye-bye.